Если вы адекватный человек со здоровой психикой, и при этом у вас прекрасные отношения в вашей семье, и вы занимаетесь своим собственным образованием и своим собственным внутренним здоровьем, то этот ролик не совсем для вас. Более того, если вы профессиональный музыкант, который уже много лет занимается музыкой на протяжении 10-15-20 лет, этот ролик тоже не для вас. А будем говорить мы сегодня здесь про дешевые гитары, и скорее даже не сколько про дешевые гитары, сколько про разные гитары, и то, почему каких-то гитар бояться не стоит, какие гитары стоит покупать или не стоит покупать, и так далее. Ну, конечно, опять же, главное это дешевые гитары. Вот для начала небольшая минутка информации. По ссылкам в описании вы можете найти, как мой телеграм-канал, потому что сейчас все больше идет снова разговоров о том, что YouTube заблокирует, поэтому вот моя телега лично находится в описании. Через мою же телегу вы сможете перейти в очень веселый чат, который называется «Душный балаган», где общаются куча музыкантов между собой, причем далеко не только на тему музыки. Ну а для совсем новичков будет интересна новая ветка моих каналов, это «Душная школа». Там два педагога, с которыми я постоянно взаимодействую, решили вот открыть такую штуку и в бесплатном видеоформате «Вопрос-ответ» помогать начинающим изучать технику игры на гитаре и бас-гитаре соответственно. Поэтому все ссылочки находятся в описании, там же ссылочка в описании находится на мой бусте. Спасибо все тем же семерым бустерам, которые меня поддерживают. Продолжаем дальше. Давайте сразу развеем несколько мифов, связанных с дешевыми, недорогими, простенькими гитарами. Потому что очень часто я слышал такое выражение, что вот на дешевой гитаре нельзя выйти выступать на концерте, что, конечно, полнейший бред, чем в данном случае отличается дешевая гитара от дорогой, не совсем понятно. Что вот на дешевой гитаре нельзя записываться, что на дешевой гитаре нельзя делать то, на дешевой гитаре нельзя сделать все. С одной стороны, в этих утверждениях есть, конечно, доля правды, но очень маленькая такая доля правды. И давайте еще разок посмотрим на то, на какие у нас сегменты делятся инструменты. И на что нам важно смотреть при выборе гитары. Естественно, первое – это ценовой диапазон. Ценовой диапазон в данном случае на нынешнем современном официальном рынке делится таким образом, что есть гитары до 20 тысяч, есть гитары от 20 уже до 40 тысяч, от 40 тысяч до 70 тысяч – это все до один сегмент. От 70 до 100 тысяч, от 100 тысяч и более, соответственно, в более мы не смотрим. Я не думаю, что у меня на канале очень много зрителей, настолько хорошо финансово обеспеченных, чтобы спокойненько смотреть в сторону гитар от 100 тысяч и более, на постоянной конкретной основе. И сейчас нам интересен самый первый сегмент – сегмент гитар до 20 тысяч. Немножко задевая до 30 тысяч. Хотя, опять же, гитары от 20 до 40 тысяч – это прям отдельный сегмент, потому что в гитарах от 20 до 40 мы уже начинаем встречать более-менее известные бренды по типу, как и Бонесса, Джексон, Сквайер, они находятся там. Кстати, да, Сквайера сейчас стоят примерно от 20 тысяч. Те, кто не знал, пожалуйста, вот теперь вы знаете. Из-за чего так происходит, в принципе, с одной стороны понятно, но давайте мы не будем об этом рассуждать. Ладно, хорошо, спасибо большое. Так вот, гитары до 20 тысяч рублей. В гитарах до 20 тысяч рублей мы можем обнаружить с вами пресловутые террисы, рокдейлы, хамейджи, арии, которые довольно неплохи. Картов там практически не осталось, но их там можно иногда найти, на бэушке точно найти можно, но на официальном рынке что-то их как-то уже очень мало. Сейчас еще приезжает новый бренд гитар, об этом я расскажу немножко позже, но да не суть. На что мы смотрим при выборе инструмента? Правильно, на ценовой диапазон. После того, как мы посмотрели на ценовой диапазон, мы смотрим уже на конфигурацию инструмента, конфигурация как звукоснимателей, так и соотношение корпуса, грифа, колков, бриджей и вот этого всего. То есть конфигурация, вот общее такое понятие. А после конфигурации мы уже просто берем себе на заметку такой параметр, как экземплярность. И экземплярность это очень сложный параметр, который невозможно прочувствовать, находясь только в интернете. То есть непосредственно выбирая гитару по интернету, вы никогда не будете знать про параметры экземплярности. Что это подсамо подразумевает? Что нет одинаковых абсолютно гитар, что даже одна и та же моделька инструмента может разниться в зависимости от разных экземпляров. Почему так происходит? Потому что с дешевыми инструментами практически полностью отсутствует такой параметр, как контроль качества. И именно контроль качества будет отличать дорогие инструменты от дешевых. Не то чтобы в первую очередь, потому что там важны еще материалы, звукосниматели, фурнитуры и вот это все. Но контроль качества будет отличать. Потому что чем у нас гитара будет становиться дороже, тем меньше процент этой самой экземплярности мы можем встретить. Соответственно, у нас гораздо выше шанс найти две одинаковых гитары стоимостью в 100 тысяч, в 60 тысяч. Значительно выше такой шанс. Чем в гитарах за 20 тысяч. Потому что там может быть такое, что одна гитара будет собрана просто идеально, великолепно и вызывать исключительно восторг. А может быть и так, что это будет кусок говна. Будем говорить прямо. Что это будет просто кусок говна, при этом это будет абсолютно две одинаковых по бумаге гитаре. По моделям, по цвету, по всему. Но они будут за разы разные, потому что опять же разные контроль качества, которые в совсем дешевых инструментах по большей степени отсутствуют. Я как раз работаю в магазине музыкальных инструментов. Для тех, кто не в курсе, я нахожусь в городе Северлинске. Работаю я в магазине Аккорд, который располагается в Никольском посаде. Никольский посад это Карломаркс 21, если вы не знали. И как раз для этого видео я сходил в свой выходной день на работу, взял там инструмент, хотел взять два, но об этом немножко позже. И взял еще один инструмент уже со стороны, еще немножко подешевле. Поэтому для тех, кто хотел гитар, гитары будут прямо вот сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 В остальном синглы шумящие, причем сильно шумящие, поэтому, когда я играл и записывал, я пользовался четвертым положением звукоснимателя, который у нас включает бриджевый датчик и миддл датчик. Потенциометры рабочие. Да, но проблемка начинается у нас с верхнего порожка, если быть еще точнее, то с колков, но об этом немножко попозже. С верхнего порожка он очень высокий. Можете попробовать обратить на это внимание, хотя вряд ли, конечно, будет видно. Это чувствуется очень хорошо руками, он просто очень высокий. И мензура. Да, если убрать пружины из бриджа, конечно, наверное, ее получится настроить. На данный момент мензура не настраивается совсем, то есть она не приходит в идеальное положение, и это, конечно, беда. Разбирать я ее не буду, в этом нет никакого смысла. Пусть хозяин этой гитары сам с ней занимается, он прекрасно в курсе ее косяков. Эта гитара у него совсем недавно. В общем, пусть занимается. Колочки. Да, я тут упомянул немножко про колочки, сейчас скажу отдельно. Во-первых, смотрим на их конструкцию. Да, то есть это не совсем закрытые колки. То есть мы крышечку-то можем снять, и там мы обнаружим шестерню и винт. У них есть холостой ход, причем сильный холостой ход. То есть в какой-то момент струна совсем не настраивается, потом чуть подстраивается, потом перестает настраиваться опять. И так по кругу соответственно. И это печально. Это печально, это очень больно, потому что, опять же, гриф неплохой. То есть в целом он неплохой. Непонятно, из чего он сделанный, но за свои там 7, 8, 9 тысяч рублей вполне нормально. Жить как бы можно. Играть, играть на этой гитаре можно. Но за 10, 11, там 12 тысяч рублей можно приобрести те же самые Арии. Да, сейчас с ними есть какие-то проблемы с наличием, но их можно все равно приобрести, можно найти, можно посмотреть на бэушке что-то. То есть Арии СТГ-03 и Арии 714, соответственно, либо СТГ-04. Сейчас еще появились рустоны новые. Я вот жду, когда они приедут, чтобы также сходить к себе на работу и взять такой рустончик. Они будут стоить при пределах там 12, 13, 14 тысяч рублей. Максимум типа двадцатка. И при учете наличия таких конкурентов, вот эти террисы, как и Фабио, это, кстати, одна и та же гитара абсолютно, один в один. Это тот же самый Фабио, это тот же самый дешевый Рокет, который идет с тремя синглами. При наличии таких конкурентов, таким гитарам действительно место остается только на Озоне и Вайлдберрисе, и покупают их скорее случайно. Так же, как с этой гитарой и получилось. Родители молодого человека, которому принадлежит эта гитара, решили без его спроса купить ему электруху, электрогитару, уж извините, и приобрели вот сие великолепие. Эта гитара будет модифицироваться путем установки в нее простенького хамбакера, хотя бы. Эта гитара будет модифицироваться также путем полного фиксирования бриджа, снятия пружин, для того, чтобы нормально можно было отстроить мензуру, и скорее всего нужно будет перепиливать порожек. Желательно, конечно, здесь поменять колки. Но это уже довольно большие вложения в такой инструмент, и чисто ради грифа, не знаю, я бы париться, конечно, не стал. Если у вас есть Тересты из Т39, можете поделиться тем, что у вас с этой гитарой, потому что вот у меня у коллеги лезли лады, здесь лады не лезут, но есть проблема с мензурой, есть проблема с колками. Нюансы экземплярности это называется, да, я об этом говорил в самом начале. Но переходим к хорошему. ProDeep. И правильно называть именно ProDeep, потому что это французская фирма, я даже изучил их YouTube-канал, и правильно говорить ProDeep. В данном случае у нас это ProDeep, простите, я буду подглядывать, потому что хрен запомнишь, это ProDeep GMFGS300BRNC. Ну, BRNC, ладно, это всего лишь обозначение цвета. Это SG-шка, то есть конкретно копия SG-шки с довольно приятной головой, не знаю, мне эта голова грифа нравится, потому что обычно, когда сталкивался с какими-то копиями SG, у них была некрасивая голова, и я хоть и небольшой любитель гитар SG, вот этот инструмент довольно неплох, за свои там 24-25 тысяч рублей. Она очень легкая, заявлено, что она сделана из аккумулятора, 6 довольно стандартных закрытых колков типа Grover, как указано на нескольких сайтах, сверхмускулистая конфигурация звукоснимателей, ну, два хамбакера, однако выхлопа-то у них действительно довольно много, и сейчас вот этот продиб настроен в строй стандарт B, то есть в семиструнный строй без первой струны, и звучит довольно жестко, довольно мощно и с высоким выхлопом. У нее есть, конечно, нэкдайвинг, но не то чтобы сильный, и в целом играется на ней довольно комфортно, приятно все сделано, нет каких-то там серьезных косяков, есть маленькие проблемки по косметике, но это совсем ерунда, то есть где-то тут был подтек клея, где-то немножко подтек лак, но это как бы ерунда, за 25 тысяч сейчас найти адекватную копию SG, если это не БУшка, если это не БУшка, довольно сложно. Этих продибов сейчас в страну заводится довольно много, в целом можно рассмотреть вот такой вариант. Мне лично эта гитара нравится настолько, что я планирую ее купить себе просто в обойму, просто ради интереса, возможно, я себе куплю. Я не любитель SG, но вот этот почему-то зацепил, я не могу объяснить, почему он меня зацепил, он прикольный. Два вольюма, два тона, переключатель звукоснимателей. Все. И опять же, гитарка легкая, нэкдайвинг, конечно, есть, но не сильный. Приятная инкрустация, все замечательно сделано, все хорошо, свои 25 тысяч рублей оправдывает прям полностью. Клевая гитара. Но в этом видео изначально планировалось три гитары. Вот такой Террис, продиб, они были. А еще планировался Boston SG-06. И услышав название этой гитары, вы могли бы подумать, что это очередная копия SG, но нет. Это идет супер дешевый, супер страт с Флойдом, стоимостью в 12-13 тысяч рублей. Эта гитара была у нас в магазине, и перед тем, как идти снимать видео, я хотел непосредственно этот Флойд отстроить и посмотреть, подойдет ли такой Флойд хотя бы для баловства. Понятное дело, что это не могло быть серьезной какой-то машинкой, но случилось немножко непоправимое. Здесь я вставлю картиночки. Ну, как непоправимое, понятно, что это все ремонтируется, но все-таки вот вам, пожалуйста, картинки. При отстройке Флойда, буквально при втором повороте ключа уже на топ-локе, чтобы зацепить струны, и чтобы перейти уже наконец-то отстраивать микроподстройку, просто прожало верхнее крепление и выбило напрочь резьбу этого топ-лока. Сейчас эта гитара отправляется в ремонт. И это, в общем-то, неудивительно. То есть есть определенное ощущение такое, что как будто бы этот металл, это спрессованная фольга. Есть прекрасное выражение, сталь-пластилин. Вот это сталь-пластилин. Она мнется, понимаете? То есть она мнется. И поэтому за 12-13 тысяч рублей рассматривать такую гитару с Флойдом просто не надо. Я думаю, что это было и так понятно, и так известно. И я в целом это тоже понимал, но, блин, обидно, потому что была гитарка очень прикольная сама по себе. Чисто за счет вот этого типа Флойда. Он не сильно плохо выполнен, он в целом более-менее рабочий, там рабочая микроподстройка, все хорошо. Но так как вышибла топ-лок, он просто не настраивается. Его либо блокировать, либо вообще про него забыть. И я рекомендую про него забыть. Ну давайте наконец-то ответим на вопрос, который вынесен в названии этого видео. Для чего нужны дешевые гитары? Только ли для обучения, или они подойдут для чего-то большего? И да, и нет. На дешевой гитаре, конечно, будет гораздо проще и с финансовой, и с моральной точки зрения научиться конкретно играть и начать вырабатывать для себя понимания инструмента. Если вы можете сразу же себе сходу купить дорогую гитару, пожалуйста, покупайте. Вам никто этого не запрещает. Просто что на дешевой гитаре у вас будет меньше последующих моральных терзаний от того, что вы, например, захотите от нее избавиться и что она вам перестанет нравиться. Это опять же нормально. Потому что ваша первая гитара, ну или даже там вторая гитара, это ваша далеко не последняя гитара. И особенно если мы говорим про недорогие инструменты, про бюджетный сегмент, про самый супер бюджетный сегмент. Что, кстати, касается тех же самых Харли Бентонов, да, наших самых вот любимых в стране почему-то Харли Бентонов. Ну, в общем, это тоже касается. Они не идеальны. Они неплохие за свою стоимость, но они не идеальны. Поэтому возвращаюсь. Ваша первая гитара или вторая гитара, это не последняя гитара, особенно если она дешевая. Поэтому сильно за нее цепляться я бы, пожалуй, не стал. Оно того, наверное, не стоит. Потому что если вы хотите развивать ваши навыки игры, вы будете так или иначе менять инструменты, либо докупать еще инструменты. Потому что здесь уже будет влиять и конфигурация звукоснимателей, и подбор материалов, и подбор различной фурнитуры. Это все вместе будет влиять на ваши ощущения от инструмента. Можно ли играть концерты на дешевых гитарах? Можно. Можно ли записывать на студии дешевые гитары? Да, конечно, можно. Можно ли просто только учиться на дешевой гитаре? Можно? Можно ли сжечь в костре дешевую гитару? Да тоже можно. Все вот это, что можно делать с гитарой, относится к любой гитаре, вне зависимости от ее стоимости и вне зависимости от того, для чего вы конкретно ее купили. Потому что конкретно вы можете на этой гитаре только учиться играть, но когда вы ее продадите, следующий хозяин этой гитары, например, ее полностью модифицирует и будет ее записывать на студии. Либо с равнозначным абсолютно успехом следующий владелец гитары после вас просто ее выкинет куда-нибудь нахрен за забор, и все. Это все равнозначные действия сами по себе. Просто что да, эти действия будут нести разную ценность в зависимости от вашего финансового состояния. Это не зависит от гитары, это зависит от ваших убеждений, это зависит от вашего уровня понимания инструмента, это зависит непосредственно от вас, но не от инструмента. Да, я бы не стал, конечно, брать гитары дешевле 10 тысяч рублей. Блин, не надо. Там, скорее всего, вот будет все очень плохо, потому что там параметр экземплярности будет просто зашкаливающий. Если на тех же Ариях за десятку, там, за 12 тысяч контроль качества хоть какой-нибудь минимальный, но есть, гитары в целом действительно довольно неплохие, то есть все экземпляры, которые через меня прошли, они все были довольно неплохие, то с более дешевым сегментом, там контроля качества, скорее всего, нет. Это гитары, купленные через Alibaba массовым таким вот скопом по 2 тысячи, по 2,5 тысячи за гитару без учета транспортных расходов. И вот продается на озонах, вайлдберрисах, вот это вот все. Поэтому на них я бы смотреть не стал, но все, что идет от 10, там, от 11-12 тысяч, это вот Арии, это вот новые Рустоны, которые сейчас заезжают. Я почему-то более чем уверен, что когда он окажется у меня в руках, он будет нормальным и адекватным за свои деньги. Это касается там картов тех же самых, это даже пресловутые хамейджи, которые можно встретить, и стаги, с ними тоже все более-менее, ну, нормально, адекватно. И все, что я перечислял до этого, на таких гитарах делать можно. На любой гитаре можно делать все, что угодно, поэтому любая гитара подойдет для каких-либо ваших лично целей. Поэтому снова цели и задачи, снова не важно, какой инструмент у вас в целом в руках, важно только для вас. Вот и все. Вот вам и все предназначение гитар, не только дешевых. Старайтесь получать удовольствие, а я подушню как-нибудь еще потом.